И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Когда ваш слуга говорит о том, что армянский народ действительно, хоть и медленно, но исцеляется от бациллы национализма, от бациллы касательно так называемой идеи Великой Армении, от бациллы претензий к соседям, многие мои зрители говорят, что не верится, не верится в исцеление, учитывая, на протяжении какого длительного времени армянство подвергалось еще большему заражению данными бациллами, не так ли? Ваш слуга не исключение, мне тоже не верится, не верится в столь быстрое исцеление достаточно обширного количества армянского общества, Но факты говорят о том, что многое меняется. Я не говорю, что все. В частности, один из армянских политологов, проживающих на территории Российской Федерации, четко заявил о главной угрозе для всего мира, включая Армению и армянский народ. Он заговорил о биолабораториях. То есть на первое место он поставил ни Карабах, ни вот эту бациллу принадлежности Карабаха так называемому армянству. Нет, даже несуществования как таковой республики Армения, тоже нет. На первое место тот армянский политолог, о ком пойдет речь, поставил именно биолаборатории, которые находятся на территории Армении уже около 10 лет. Достаточно большой промежуток времени. Не так ли? И я опять говорю, это очень, на первый взгляд, мелкое заявление, но крайне важное, когда армянин на первое место не ставит многочисленные армянские лжеидеи, а ставит реальную угрозу, которая находится на территории Армении. По разным подсчетам на территории Армении находятся от 10 до 18 биолабораторий. Правда, данный политолог говорит в одном из комментариев, в которых он отвечал нашему азербайджанскому блогеру, что якобы там, то есть на территории Армении находятся штучные биолаборатории. Ну, понятно, ему неудобно говорить о реальных числах, о которых говорили российские эксперты, армянские эксперты и так далее. Это я понимаю. Крайне неудобно говорить о том, что на территории страны, к которой ты имеешь прямое отношение, больше всего находится угроз для всего человечества, если тем более учитывать на душу населения. Ну, нельзя же сравнивать Армению с территорией Украины, Китая. Это невозможно. Да, там, возможно, даже больше биолабораторий, но и территории там громадные. Не так ли? Но, впрочем, давайте с вами перейдемте непосредственно к разговору о данном армянском политологе, проживающем в России. Вот фотография, которая отображается на его канале. У него не так много просмотров и крайне короткие ролики. Тем не менее, опять-таки, есть очень важные заявления, с которыми вы сможете ознакомиться сами. Меня же заинтересовало именно последнее его видео касательно главной угрозы для всего мира. Вот этот видеоролик. Люди, я... Вот этот видеоролик, прошу прощения. Давайте с вами прослушаем его. Недаром он заявил о том, чтобы данное видео максимально распространили. Зовут армянского политолога Саркиз Асатриан. Приступаем. Люди, я очень серьезный термин. Огромное количество журналистов, политиков, общественно значимых лиц находятся либо под массовым гипнозом, в одураченном состоянии, либо подкуплены и являются подумками. Почему? Потому что молчат. Мы все знаем о той опасности, которую представляет собой COVID-19. Тысячи и тысячи жизней уносит COVID-19. Возникают новые мутации этого вируса, новые штаммы вирусов. Без контролем. По моему глубочайшему мнению, все эти вирусы искусственно подброшены биологическими лабораториями, действующими на странах СНГ, за рубежом, в Китае, в Америке. Только в СНГ, на Украине, в Армении, в Грузии, в Молдове здесь вот десятки биологических лабораторий, созданные американцами. Чем они занимаются? Почему все молчат? Почему до сих пор эти биологические лаборатории работают в секретной обстановке? Что они разрабатывают? Для кого разрабатывают? Какие цели преследуют? Какие гарантии того, чтобы из этих биологических лабораторий снова и снова не просочаться нового вида штаммов вируса? Понимаете? И все молчат. Говорят о ерунде. Говорят о том, что не надо говорить. И молчат о самом главном. А главное то, что уносит жизнь людей. Люди, опомнитесь. Я не знаю, я один такой, что ли? У нас много нормальных людей. Если правительство этих стран сейчас не закрывает биологические лаборатории, так народ пусть встанет и закладит дверью. Никакой веры этим биологам нет. Никакой веры руководителям этих биолабораторий нет. Почему? Потому что за всю свою деятельность они ничего хорошего не сделали, кроме того, что все время являются переносчиками, разносчиками опасных инфекций и вирусов. Понимаете? Все должно быть прозрачно. Работа любой биолаборатории должна быть прозрачной. Все, что секретно, нужно закрыть. Как особо опасная организация, представляющая опасность для всей человечности. Все биолаборатории надо закрыть, либо взять под народный контроль. Иначе никак. Давайте говорить о этой теме, потому что это не сакральная какая-то тема, что все молчат и боятся. Чего вы боитесь? Давайте поднимем эту тему. Давайте я остановлю данный видеоролик. Ни разу армянин, при этом давайте с вами остановимся на дате, когда он записал данный видеоролик. Это 9 января 2021 года. Он ни разу не сказал о том, о чем любят трезвонить армянские так называемые горе-патриоты. Он не заговорил ни о Карабахе, ни о ситуации в Армении, ни о чем. Он четко говорил только об одном, что единственная угроза в частности для Армении, это биолаборатории, которые армянские власти сами же насадили на территории Армении. То есть, начиная с Сержа Сарксяна, все власти Армении являются банальными убийцами своего народа. А вот признание армянина. Браво! Хотелось бы проаплодировать ему, хотя я опять скажу, несмотря на все остальные видеоролики на его канале, в которых много правды, конечно же, верить очень тяжело. Верить тяжело даже несмотря на то, что многочисленные родители призывников отказываются посылать своих детей в Карабах, куда армянские власти все еще, несмотря на окончание войны, несмотря на капитуляцию армянских сепаратистских сил, стараются засылать на территорию Азербайджана. Не верится даже несмотря на то, что многие провластные структуры Армении, бывшие политики Армении, заявляют о том, что они рады окончанию войны. Не верится. Не верится, что так горькая пилюля продействует на армянство настолько долго, чтобы исцелить армянский народ. Не верится. А вам, дорогие мои зрители, тяжело даже верить собственным ушам. Не так ли? Тяжело. Хотелось бы узнать ваше мнение. Сегодня на моем канале будет еще одно крайне важное короткое видео, после чего на моем же канале будут выходить снова более обширные видеоролики. Я же с вами на этом прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Жду ваших комментариев, лайков и дизлайков, подписок и отписок, скажем так. Делитесь ссылками на мои видео в соцсетях, приглашайте друзей и знакомых. Всегда ваш, Сейдов Камран. До свидания. До свидания.